Здравствуйте, в эфире программа «Семь минут». Сегодня о детском оздоровительном центре «Мой ангел». У нас в гостях заведующий этого центра, кандидат медицинских наук Татьяна Ивановна Толстова. Расскажите о центре, с какой целью он был создан и какие направления у него есть? Это очень философский вопрос, и, наверное, он требует такого философского ответа. Дело в том, что во все времена люди хотели жить в мире и без болезни. И, казалось бы, на протяжении всех этих столетий в медицине постоянно отмечали какой-то ряд побед над болезнями. Но если задуматься, то стало ли больных меньше? А стало ли больше здоровых? И вот поэтому один из ответов, с какой целью, чтобы все-таки количество здоровых, улыбающихся лиц было больше, чтобы мы хоть как-то в этом помогли. Но у нас есть и вторая цель, она уже такая более практичная, но для нас она очень важная, потому что она центрообразующая. У нас есть ангел, мальчик, который еще внутриутробно был обречен на безрадостное существование, так скажем. И вопреки медицинским прогнозам мы все-таки хотели, чтобы он у нас пошел. Потому что на самом деле, если мы что-то сейчас на сегодняшний день не умеем, это не значит, что этого не может быть. И мне очень нравилось здесь высказывание философов. Вы видите светило, сияет половина, но целен лунный лик. То есть мы еще очень мало знаем, и поэтому мы все-таки будем стараться, чтобы у нас все получилось. Вот если так коротко, можно сказать о целях. А какие детки к вам ходят, и какие у вас есть направления? Что касается деток, здесь нам скорее легче ответить, вот с кем мы не работаем, с какими детками. Мы не работаем с детками, у которых острые заболевания, у которых обостряются хронические болезни, вот обострение хронического заболевания. Мы не работаем с температурящими детками. Всем остальным деткам мы попытаемся помочь. Вы знаете, я ехала однажды в Москву, и там увидела над мостом большой такой плакат. Вот мне он очень понравился. Там было написано, если не можем вылечить, то можем помочь. Вот мы готовы всем помогать. Какие специалисты у вас работают? Специалистов, конечно, у нас целая бригада. И вот мало того, что у нас прекрасная база, мы очень благодарны за это нашему директору, материально-техническую базу, у нас еще и сильная группа специалистов. У нас консультируют доктора, это и ортопеды, и невролог, это педиатры, конечно. Есть у нас физиотерапевты, массажист, методист с высшим физкультурным образованием. У нас логопед, психолог, клинический психолог. То есть такая бригада, команда, которой мы стараемся сообща работать по каждому направлению. Кстати, о направлениях был у вас вопрос. Вы знаете, что мы работаем недавно? В сентябре нам будет год. И теперь мы уже можем посмотреть, какие направления у нас определились. Основное направление – это все-таки оздоровление детей. К нам приходят родители, приводят детишек. Но, к сожалению, здесь еще пока у нас есть проблемы, потому что мы все это хотели поднять на более профессиональный, качественный уровень. Потому что пришел родитель, говорит, вот моему ребенку коктейль бы, или вот моему ребенку селеную комнату. Мы хотели бы, чтобы это было по-другому. Ну, допустим, вы волнуетесь как мама за своего ребенка, за его здоровье. Вы приходите на консультацию, и врач проводит вам диагностику. Все-таки все начинается с диагностики. У нас есть экспресс-метод, это диагностика, которая в течение 20 минут помогает вам найти слабое звено в организме. То есть рассматривает организм как состоящий из отдельных компонентов. Физическая компонента, психическая компонента, нервная система, собственно тело, слабость или адаптация. Вот в зависимости от этого мы уже формируем бригаду, которая будет помогать вашему ребенку. Бесспорно, это совершенно другой уровень, и так нужно работать. Давайте поговорим о проблеме гиподинамии. Чем она опасна и как с ней бороться? Очень многие родители, потому что если ребенок страдает со здоровьем, даже не подразумевают, что причиной могут быть слабые физические возможности. Что утверждают специалисты западные в основном? Что низкая физическая активность оказывается более серьезным фактором риска, нежели умеренное ожирение. А родители на это не обращают внимания, поэтому, конечно, диагностика нужна. Потому что за счет этой компоненты ребенок будет и с хорошим настроением, потому что мышцы – это источник эндорфинов, радости. Это и работоспособность повысится, потому что это энергия. И много других положительных качеств. Просто на эту целую программу нужно, чтобы я вам рассказала только об одном вот этом направлении – низкая физическая активность. К тому же сейчас как бы у нас опять или дети не занимаются, или сразу всех в спорт. Это тоже может привести к подрыву здоровья, потому что физическое движение – это лекарство. Сейчас уже это лекарство, только естественно. А как любое лекарство, оно требуется дозировки. Ребенок должен сначала прийти к специалисту, чтобы мы определили, какую дозу-то ему дать. Он должен заниматься лечебной физкультурой, оздоровительной, а может вообще в спорт на самом деле. То есть, конечно, диагностика нужна. Но вот это первое наше направление – оздоровление. Что такое сенсорная интеграция? Второе направление – это мы работаем с детками с нарушением развития, с нарушением поведения, с нарушением обучения. Это новое, конечно, направление. И сейчас таких деток, нуждающихся в помощи именно вот с этой стороны, очень много. Мы с ними работаем по методу сенсорной интеграции. Если, может быть, этот термин новый у нас, к нам он пришел совсем недавно. Если очень коротко, я позволю себе рассказать, что еще в 1979 году Джин Айрес изучала раннее развитие нервной системы у детей еще в утробе матери. И она доказала, что уже в тот период развиваются три системы восприятия ощущений. Ребенок у нас в животе в околоплодных фодах, кожная чувствительность. Ребенок к силе тяжести адаптируется. Это вестибулярная система. Многим мамам сейчас с угрозами заставляют лежать. То есть, эта система тоже никак не тренируется, гиподинамия. И третья система – это проприоцепция. Или изнутри, от своих мышц, от своих суставов идут вот эти ощущения. И они на самом деле оказываются важными для того, чтобы потом ребенок хорошо учился, хорошо себя вел. Поведение сказалось бы, какая связь. Она прямая, как доказала Джин Айрес. И она эти ощущения называла базовыми. Так вот сейчас у детишек до привации базовых ощущений. Кстати, она говорит уже не только про детишек, но и про взрослых. То есть, всем нужно в особой терапии. Вот речь о том, что нужна им особая терапия. Особенно в последнее время много деток кесаревым сечением, которые пришли на свет неестественным путем. И даже модным стало. Ну, легко там сделали. На самом деле, в это время дети лишаются очень важной компоненты, вот базового ощущения. Как утверждает Джин Айрес, если бы не так важно было бы рожаться вот так, как надо, естественным путем, то тогда природа обязательно что-нибудь придумала. Ну, какой-нибудь замочек бы сделал нас, вынули ребеночка мы. Но на самом деле очень важно ребенку пройти путь сдавления в родовых путях и путь растяжения. И вот этих ощущений не хватает деткам. То есть, когда их потом приводят на массаж, неврологи назначают, а им нужен другой массаж. Потому что уже нарушение базовых ощущений, им может неприятно быть вот эти даже простые поглаживания, которые делает массажистка. Им этого не надо. Они как раз тем и характеризуются, такие детки, что не надо к ним дотрагиваться. Им нужно другое, другое направление. Вот с этим направлением мы тоже работаем, с такими детками. И, наконец, третье направление, которое у нас сейчас очень четко вырисалось, это проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Эти проблемы могут быть как со стороны доктора ортопеда, потому что мы работаем с плоскостопиями, сколиозами, болями в спине. Эти проблемы могут быть неврологического характера. Кстати, у нас, наверное, для этого очень хорошие условия, потому что если обычно в наших городских, я знаю, многих поликлиниках, залы лечебной физкультуры отбирают под что только угодно, под дневные стационары, под конференц-залы, у нас же, наоборот, два прекрасных зала ЛФК. Можно сказать, что Евростандарт – это прекрасный зал с прекрасным оборудованием. Один большой зал ЛФК, в котором мы не только можем предложить классические наши занятия лечебной физкультуры, но и у нас там и основы хореографии, и танцотерапия. И есть зал маленький. Вот он отличается тем, что есть тренажер Гросса, я думаю, что в Рязани, наверное, нет такой вот как раз для обучения ходьбе. Есть у нас даже костюм, пневмокостюм для детишек тоже обучения ходьбе. И стол такой шикарный, баланс, очень удобно работать и инструкторам, и детишкам комфортно, и всем, кто приходит, прямо вот на этом специально оборудованном столе. Что бы Вы пожелали всем родителям? Уважаемые родители, древние мудрецы сформировали мировоззрение, согласно которому бегать, прыгать просто так, ни за кем-то, и ни от кого-то было престижным. То есть было престижным быть здоровым. Вот, к сожалению, сейчас у родителей на первое место выходит престиж не здоровья ребенка, а развитие его интеллектуальных способностей, именно в развивайке своих детей. А я Вам подчеркиваю, что в настоящее время имеется дефицит именно физической активности. И вот когда развитие интеллектуальной составляющей идет, а физической нет, образуется пропасть. И вот эта пропасть, это есть напряжение в организме ребенка. И это напряжение в любой момент может выплеснуться в виде агрессии, злобы, гнева у ребенка. Поэтому мне хотелось бы, чтобы, дорогие родители, Вы все-таки свое сознание поменяли, сделали приоритетным направлением у своего ребенка здоровье, а мы, детский оздоровительный центр «Мой Ангел», готовы Вам в этом помочь. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Всего Вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok